В суде продолжается процесс по делу обманутых дольщиков. Амичи приобрели у предпринимателя квартиры в центре города, однако дом так и не построили. Пока пострадавшие ждут обвинительного приговора застройщику, тот винит во всем бывшего мэра Омска. Елизавета Василевич подробнее. Светлана Рощупкина мечтала о собственной квартире. Три года назад женщина увидела объявление в интернете и заключила договор займа с компанией «Мастер-2000». Заплатила миллион двести тысяч рублей. Но и предположить не могла, что вместо жилья покупает лишь обещание застройщика. Мы с ним созванивались в январе, в феврале он стал говорить, что уже стройка начнется, уже неделя-две подождите. Но стройка не начиналась. Я со своими двумя малолетними детьми так и осталась со своими родителями проживать. То есть квартирный вопрос у нас не решен. За пять лет компания «Мастер-2000» получила деньги от десяти человек. Но стройплощадка по-прежнему пустовала. Вот так она выглядела в начале 2016 года. Позже выяснилось, у «Мастер-2000» даже не было разрешения на строительство. Сейчас здесь работает другой подрядчик и строит совсем другой дом. Люди поняли своего жилья, не дождутся. И чтобы вернуть деньги, пошли в суд. На директора компании Сергея Максимовского завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Строительство он не осуществлял, деньги похитил и распорядился ими по своему усмотрению, причинив ущерб гражданам на общую сумму более 10 миллионов рублей, то есть в особо крупном размере. Свою вину застройщик признал частично, выплатив лишь одному потерпевшему 100 тысяч рублей. Как уверяет сам Максимовский, обманывать людей он не собирался. Построить дом ему помешало нарушение обязательств партнера по бизнесу, бывшего мэра Омска Евгения Белова, который является одним из учредителей компании «Горстрой подряд», выступившей заказчиком строительства. Я уверен, что верну всем людям. И извинюсь, что люди пострадали из-за меня. Но у меня злого умысла не было. Здесь Белов Евгений Иванович такой, который повел себя нечестно. Все из-за него и пошло. Вот к нему больше вопросов, чем ко мне. Я с ним работал честно. Он на данный момент мне остался сложен больше 18 миллионов. Сам бывший мэр Омска оперативно прокомментировать ситуацию не смог. В минувший четверг Максимовский должен был дать показания, однако попросил перенести заседание, сославшись на то, что сможет вернуть деньги пострадавшим в течение нескольких дней. Суд ходатайства удовлетворил. Люди обещаниям Максимовского не верят, слышали их не раз. Многие уже оставили надежду добиться справедливости и теперь копят на другое жилье. Елизавета Васильевич, Анатолий Серов и Евгений Русенко. Новости здесь, Омск.